Всем привет! Весна все ближе, погода наша все более и более благоприятная для того, чтобы на лекции не ходить. Так что у нас все меньше. Спасибо всем, кто пришел. И у нас продолжается разговор про архитектуру RISC-V. Сегодня у нас довольно интересный момент про всякое увеличение быстродействия процессора и вообще вычислений как таковых. И я хочу сказать, что в прошлый раз я вас немножко обманул. В эту субботу лекция будет по питону. У нас в плане еще три лекции, включая сегодняшнюю. Но из них, сейчас покажу, как это было в 2022 году. Вот, да, сегодняшняя, еще одна, еще одна. Но последняя лекция обзорная, и я ее с удовольствием пропущу, потому что вот эта лекция очень важная про конвейер. Там даже есть на чем его пощупать. Это правда будет не RISC, а другой эмулятор. И тут есть о чем поговорить. А вот эта лекция, она изначально была обзорная. Я думаю, что я с большим удовольствием ее просто не прочту, потому что я не хочу читать лекции посередине майских праздников. Наверняка у людей есть какие-то планы. Кроме того, есть планы у шестых и четвертых курсов поздавать мне всякие экзамены в это время. Так что у нас сегодня лекция про кэш и предсказание перехода. Следующая и последняя лекция по этому курсу будет, соответственно, давайте посмотрим, какого числа. Она будет, соответственно, видимо, 14-го, потому что 7-й, кажется, праздник. 14-го числа. Нет, 7-й не праздник как раз, 7-й как раз рабочий день, но который я хочу пропустить. И она будет на тему конвейера. И, возможно, я там вставлю маленький кусочек обзорный просто ради того, чтобы завершить наш разговор. Такие вот дела. Значит, возвращаемся к разговору об увеличении быстродействия вычислительного. Тут история такая. Я напоминаю вообще максимум, с которой мы начали этот курс и который нас постоянно преследовало, что, когда мы говорим про архитектуру вычислительных устройств всевозможных, скорее всего, подавляющая часть того, что в этой архитектуре заключено, отвечает каким-то задачам, каким-то конкретным требованиям к тем задачам, которые это устройство решает. Потому что вычислитель сам по себе, абстрактный вычислитель в вакууме, это машина Тюринга, и ничего ей больше не нужно. Поскольку компьютер, электронная вычислительная машина, в его применении это устройство не только переработки, но также хранения и передачи данных, ну и передачи в смысле чтения и записи, то возникает целый большой класс задач, решаемых аппаратно, связанных с как раз вот этой самой обработкой данных, которые приходят от внешних устройств. Мы с этим уже не первый раз возимся. Мы рассказывали, мы говорили, изучали, как работает картирование внешних устройств на память, Memory Mapped Input Output. Мы говорили о том, что поскольку внешние устройства медленные и работают тогда, когда хотят, то они должны инициировать прерывания, которые мы обрабатываем процессором, чтобы процессор не висел в полинге. Но на самом деле этого всего недостаточно категорически для работы с большим многообразием современных внешних устройств, которые, во-первых, очень быстрые, оперируют очень большими объемами данных. Ну, например, там, не знаю, графическая карта или там жесткий диск. И возникает вопрос, чисто теоретически, но он напрямую относится к сегодняшней теме лекции, поэтому я его немножко расскажу так, на пальцах. Возникает вопрос, а не можем ли мы вот эти самые обмены, обмен данными между устройствами и оперативной памятью делать вообще в обход процессора? Ну, в самом деле, зачем нам контролировать со стороны процессора такую, или не так, постоянно контролировать со стороны процессора такую операцию, как перекладывание из, условно говоря, какой-то внешней памяти или полученной нашим устройством, или действительно внешней памяти, в нашу оперативку? Тем более, что жесткие диски, сетевые карты, видеокарты, они как раз очень много хотят пересылать данных, и уж читать их пословно через ММИО или через IN и OUT, как это делается в X86, это страшно неэффективно, бессмысленно. Поскольку пословно. И всю работу будет делать процессор. Каждое слово будет перекладывать процессор в память. Это вообще так, как делать не надо. Мы можем сделать ММИО наподобие нашей видеопамяти в RARSE, то есть отобразить... Да, кстати, тут сокращенец, который в этой теме разбирается на практике существенно лучше меня, говорит, что прямой доступ в память может даже из памяти в память копировать, но это чуть позже. Ну так вот, мы можем попробовать отобразить наше устройство на памяти и как-то оптимизировать процесс передачи больших данных. Но, во-первых, это все равно будет примерно тот же механизм, что в ММИО. Ну, если очень грубо говорить, не говоря о оптимизации, вот у нас есть регистр, в котором мы пишем пословно. А вот у нас есть за ММИО мапольная память, в которой, ну, скажем, мегабайт. И в этот мегабайт мы пишем подряд, но на самом-то деле это всего лишь тысяча регистров, в которых мы пишем пословно. Вот. Все равно этим занимается процессор. Значит, соответственно, правильным решением, как уже было сказано вначале, было научить кого-то, кроме процессора, работать с этой самой памятью. То бишь само устройство. Возникает тема, которая называется прямой доступ к памяти, или DMA, Direct Memory Access. Вот. Которая, собственно, в том и состоит, что теперь именно с нашей оперативной памяти может обмениваться устройство самостоятельно, минуя процессор, возможно, пользуясь специальным, еще одним новым специальным устройством, которое так и будет называться контроллер прямого доступа к памяти. То есть, что мы делаем? Условно говоря, мы каким-то образом инициируем вот этот обмен, или со стороны процессора он дает команду внешнему устройству, например, давай читай, читай эти самые мегабайты. Или само устройство там присылает прерывания, у меня там пришли мегабайты. Неважно. Мы его инициируем. А вот дальше нам не нужно... А дальше нам не нужно весь этот мегабайт пересылать процессором, а этим занимается тот самый ДМА-контроллер. Это именно он это делает, а процессор в это время работает. Предполагается, что как минимум, если у нас вот таких обменов с внешним устройством немного, то одного такого ДМА-контроллера, который будет заниматься перекладыванием этих мегабайтов из внешнего устройства в оперативную память, хватит для того, чтобы освободить процессор. Таким образом, что получается? Мы записываем некоторую информацию в ММО управляющие регистры, ну, потому что управляющие регистры, это быстро, занимает мало места и удобно, как мы уже видели по домашним заданиям. Да, говорим вот по адресу такому-то, такого-то размера, ну, скажем, прочитать столько-то мегабайтов или килобайтов, неважно чего. После чего инициируется обмен, прямой доступ к памяти со стороны устройства, и устройство начинает складывать данные, как правильно замечает сокращенец, вот в этой текущей модели устройство складывает не само, оно говорит, вот у меня тут есть периферия, а вот там у вас есть нужный адрес, дорогой ДМА-контроллер, перекладывай. Ну, потому что устройство-то может быть совсем какая-то внешняя железяка. Этим занимается как раз ДМА. И вот, значит, он перекладывает, перекладывает, устройство достаточно медленное, возможно, это какой-нибудь жесткий диск с головками и блинами, вот это все. А процессор тем временем работает, вообще ничего ни на что не отвлекается. А когда, собственно, вот этот вот процесс передачи данных заканчивается, мы дергаем прерывание со словами «О, она у нас готова». И можно обработать, уже посмотреть в эту память, там уже лежат прочитанные данные, и все, вот примерно так это работает. Для этого нужно на аппаратном уровне изобрести еще несколько довольно сложных железяк. Одно из них – это тот самый ДМА-контроллер, который будет теперь заниматься вот этим перекладыванием в обход процессора. И сами железяки внешне теперь должны уметь с этим ДМА-контроллером взаимодействовать. Тут сразу возникает еще больше проблем, потому что шин данных-то у нас одна, по которой все это перекладывается. Вообще одна. Там и процессор, между прочим, по этой же шине работает с памятью. На самом-то деле. То есть нам в любом случае нужно выяснять, какое из устройств, одним из этих устройств является центральный процессор, в данный момент пользуются шины данных. Правда, эти шины данных могут быть многоканальными, то есть там может быть сразу несколько путей доступа. Но это еще большее усложнение. Смотри, тему нашу начальную. Это еще большее усложнение нашей архитектуры. У нас, стало быть, к одной и той же памяти может быть несколько, ну, с кооперативной памяти может быть несколько одновременных каналов доступа. И один из них, скажем, арендует процессор, а другой из них арендует внешнее устройство. Правда, здесь тоже возникают еще проблемы, а вдруг они хотят одну и ту же память смотреть. Значит, нам надо какую-то предусмотреть блокировку, и так далее. Все это усложняет архитектурю процессора, естественно. Вот. Тем не менее, понятное дело, что это еще и увеличивает быстродействие, потому что операции ввода-вывода, как правило, очень медленны, и было бы очень круто, если бы в это время процессор отдыхал. И, возможно, даже сам ходил к своей памяти. Ну, нет, все правильно, периферия про память ничего не знает, как правильно говорит тут сокращенец. Это именно ДМА знает, откуда читать и куда писать. Все правильно. Непонятно, почему его реплика начинается со слова «нет». Ну вот, вторая проблема. И это ситуация, при которой наше устройство, вообще говоря, готово довольно активно взаимодействовать с этой самой оперативной памятью, класть туда целую кучу информации, возможно, не за одну операцию. И все это время она будет теребить этот ДМА-контроллер, говорить, слушайте, вот контроллер, вот тебе прерывание, вот еще прерывание, вот еще прерывание, еще пакет пришел, еще пакет пришел и так далее. Или там видеокарточки, мешки какие-то пересылает. Значит, поэтому еще одна идея, вообще-то научить само внешнее устройство в обход всего самостоятельно накладывать или читать из оперативной памяти, то есть реализовать прямо на внешнем устройстве некоторые функции нашего контроллера прямого доступа к памяти. Пускай мы только говорим, так, я там устройство под названием видеокарта, я захватываю эту шину, сейчас я по ней буду в память, значит, что-то самостоятельно переписывать, да, а не так, как говорит сокращенец вот в последнем комментарии, что устройство ничего про память не знает, а перекладывает именно дымоконтроллер. Вот, это называется басмастеринг или захват шины, вот, и Википедия пишет, что в современных архитектурах вообще только так и решается эта проблема, и там в некоторых архитектурах может даже не быть дымоконтроллера как такового, только амбитраж и все. Вот, опять-таки, все это приводит к усложнению еще и внешних устройств, потому что они теперь еще каждый себе немножко дымоконтроллер, но, опять-таки, к увеличению быстроты. Вот. Тут есть отдельный такой просто комментарий, просто оцените глубину проблемы, которую надо решать, ну, практически аппаратно. Представим себе, что у нас есть гигабайт, который нужно записать в оперативную память, а хоть и мегабайт. И выясняется, что непрерывной области, в которую можно положить этот мегабайт, просто нет. Ну, нет. Ну, вот у нас такая фрагментация страниц, этой самой виртуальной памяти, что вот какого-то адреса, начиная с которого идет этот гигабайт, в памяти просто нет. Ну, соответственно, либо мы должны отказывать устройству в возможности переслать этот несчастный гигабайт, ну, положить, да, либо оно, ну, или как минимум дымоконтроллер, должен уметь не просто пересылать этот гигабайт, а вот здесь вот получать на вход вместо адреса список адресов с размерами и самостоятельно в обход процессора на голом железе складывать по этим областям в памяти, значит, вот эти кусочки этого гигабайта. Вот. Еще большее усложнение этой самой аппаратной части за счет, так сказать, еще большего разделения труда, что теперь даже такие сложные операции, как заполнение фрагментированного участка в памяти, в оперативной памяти данными, может делать дымоконтроллер, ну, или его аналог. Вот. Такая вот история. Значит, отступление про то, почему шина данных называется шиной. Вот. Значит, бас, да, почему там автобус? Это не автобус. Скорее всего, предположительно, слово бас немецкое. Вот. Именно поэтому, да, вон, тут говорят, что дыма может работать, даже когда процессор спит, по идее, почему бы нет. Ну, ядро процессора. Вот. Значит, да, исторически шиной назывался пучок такой проводов, которые просто втыкались, значит, в процессор. Ну, помните архитектуру фон Неймана, в которой каждому управляющие команды внешними устройствами были просто инструкциями процессора. Да, вот у нас есть вывести на принтер отдельные инструкции. Дальше, значит, что это значит? Значит, что из процессора торчат провода, которые подключены к принтеру, мы туда, в это место мы выкладываем, значит, какие-то байтики. Вот. И вообще, шиной даже сейчас иногда называют, вот пучок проводов называется шиной. Вот. А что там, что означает на немецкий, я не помню, если честно. Вот. Дальше выясняется, что для того, чтобы нормально к этой шине ходить, она одна, не 100-500 пучков проводов, которым наш тупо процессор, вот он тупо в внешнее устройство. А есть некоторая общая шина. Вот. Соответственно, на ней уже, получается, нужно ставить некоторый, то, что называется, мультиплексор, кажется. Ну, короче, мы выставляем сначала номер устройства, к которому предназначены эти данные, а потом там этот мультиплексор разруливает и пересылает нужному устройству. Вот. Потом выясняется, что нужен еще и ММИО, то есть какой-то механизм маппинга работы якобы с адресным пространством, но на самом деле с той самой шиной, которая, да. Потом выясняется, что нужен еще контроллер, вот, контроллер этой шины памяти, то есть некая отдельная схемотехника, которая всем этим безопасным управляет. Потом выясняется, что есть ДМА, которое должно быть, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Приоритизация. Вот. Отдельно замечу, что довольно быстро появилась идея, что, вообще-то говоря, шины данных, шины команд надо разделять, потому что по ним совершенно разная информация в разное время, по разным причинам идет, и отлично, если она идет параллельно. Да, мы выставляем адрес, тут же по шине данных мы выставляем что? Мы выставляем команду по шине команд, а по шине данных мы получаем адрес. Вот. Ну и так далее, да? То есть вместо пучка проводов на сегодняшний день под понятием шины имеется в виду какая-то, в общем, достаточно универсальная сущность, включающая в себя контроллеры, какие-то протоколы, в том числе и провода тоже. Ну, в общем, это скорее термин в нынешние времена, термин не физический, а логически-архитектурный. Шины – это то, через что передаются данные. К сожалению, у всего этого пощупать руками мы не можем на RARSE, но вы можете, если хотите, пощупать работу с ДМА и с контроллером ДМА на каракатице, на вот этом самом контроллере, который покруче, а может быть и на обоих, я не помню. В общем, присутствующий здесь сокращенец, не даст соврать, он обещал, что вот на нашем стенде, если кому-то интересно, можно поработать, попробовать поработать с ДМА, с меня что-то там делать. Да-да-да, тут вот слово «шины» слишком популярное. USB, Universal Serial Bus – это тоже шина. Всё шина, всё на свете – это шина. Даже вот эта вот тоже шина. Ну вот, а мы с вами сменяем тему. И начинаем размышлять, а что ещё может повысить быстродействие нашей вычислительной системы, в данном случае не самих вычислений, а работа компьютера. Ну, естественно, нам в голову приходит кэширование, как подмена, как это по-русски там, подмена, обмена, замещение. Вот, видите, сокращение даже говорит, что вот на его курсе, который по аппаратуре, есть целая лекция по ДМА, так что вот всем, кому надо знать больше, пожалуйста, дорога туда. Значит, кэширование – это идея замещения медленного устройства, с которым обмен данным идёт медленно, быстрым устройством, в котором эти данные временно хранятся, потому что они наиболее актуальны. И последующей синхронизации быстрого и медленного устройства. Вот, понятное дело, что если мы не будем применять к этому вот бутерброду из быстрого устройства и медленного какие-то алгоритмы, которые будут позволять нам хранить на быстром устройстве только самые нужные данные, то эффективность такого замещения будет никакой. Вот, поэтому помимо того, что мы, значит, дублируем хранение в памяти, мы ещё должны намазать на это ещё какую-то логику, а что именно мы храним в кэше, а что мы в кэше не храним. Вот. Классический пример кэширования – это работа с дисковыми устройствами, особенно с жёсткими дисками, такими, не соль это стоит, да, которые крутятся, потому что их скорость работы на порядок медленнее, чем скорость работы в памяти. А во-вторых, потому что диски ещё и последовательные, и если мы хотим работать с какими-то данными, которые лежат на диске, и прочесть байтик оттуда, байтик отсюда, если бы не было кэша, то всё это выглядело бы как позиционировать головку в одно место жёсткого диска, прочесть оттуда 4 килобайта, позиционировать головку в другое место жёсткого диска, прочесть оттуда 4 килобайта, ура, 2 байта считано. Вот. Это довольно медленно. Значит, на самом деле у кэша есть ещё одно свойство, да, значит, мы сейчас говорили о том, что повышение быстродействия происходит, быстродействие работы самой системы, да, не вычисления, а обмена данными, за счёт скорости обмена, потому что в силу наших алгоритмов, о которых мы ещё поговорим, у нас в кэше лежат актуальные данные, и, как правило, то, что нам нужно, лежит в нём, оно быстрое. Вот. Но вторая штука тоже, из-за чего повышается эффективность, за счёт того, что у нас в кэше лежат не только те данные, которые мы уже прочли и, возможно, прочтём ещё раз, но с некоторой вероятностью те данные, которые мы ещё не прочитали, они уже в кэше. И когда мы в следующий раз туда захотим пойти, они уже будут закэшированы. Да? Агрегация, предзагрузка и так далее. Типичный пример, тот же самый жёсткий диск, потому что если мы условно прочли, нам нужно прочесть файл, файл целиком, то мы можем прочесть килобайт из этого файла и закэшировать его, а в некоторых таких, не знаю, существуют ли они на сегодняшний день, но мне встречались в алгоритмах, мы можем прочесть весь файл в памяти. Ну или там какой-то изрядный его кусок. Потому что если человек открыл файл, из него читается, скорее всего, он будет читать из него до конца. Вот вам предзагрузка. И программа выполняется, а файл тем временем читается. Программа стала жевать данные из файла, они уже все загружены. Удобно. Такие дела. Вот. Еще более эффективно в случае, если мы работаем с жестким диском, но при этом и опасно, это кэширование на запись. Мы сейчас говорили про кэширование на чтение, а есть еще кэширование на запись. Вот у нас есть файл, особенно если это не просто файл, а какой-то, знаете ли, расположенный на диске массив. Предположим, у нас есть гигабайт, понятное дело, что гигабайт в памяти довольно много. Вот. Мы выполнили инструменты, выполнили системный вызов ммап, взаиммаппили этот гигабайт в память, давай туда писать, вот. И пользоваться этим, по сути, файлом, как массивом, писать туда прямо в память. Вот. Если эту штуку закэшировать, то есть сделать так, чтобы операции доступа к содержимому файла для начала откладывались в памяти, то вполне возможно, может так случиться, что наш алгоритм, который, значит, пользуется этой памятью, постоянно пишет в одно и то же место по сто раз. Если мы сто раз записали в одно и то же место, синхронизировать с диском надо только один раз. В конце. Да? Вот. То есть операция синхронизации кэша, оказывается, в несколько раз реже встречается, чем операция там записи. Правда, кэш при этом будет грязный, несинхронизированный. То есть у нас содержимое в памяти в кэше будет более свежее, а содержимое на диске более старое. Это требует... Именно в этом заключается опасность. Если вдруг случится такое, что кэш не синхронизируется, у нас внезапно эти данные на диск не попадут. Вот. Для того, чтобы алгоритм наш кэширования как-то работал эффективно, надо учитывать свойства, вот, скажем так, абстрактный сферический кэш в вакууме работать будет неэффективно. Но, как правило, мы же кэшируем не просто там произвольные данные из произвольных мест. Мы кэшируем результат работы программы, каких-то программ, которые работают в наших операционных системах. И вот в случае этих программ наблюдается два свойства. Свойства локальности актуальных данных. Вот. Да, современные компьютеры нельзя выключать рубильником, ровно потому, что там кэш с дисков не сбросится. Если только там нет специального рейд-контроллера с собственной батарейкой, которая ровно этим и занимается. Вот. Значит, принцип временной локальности говорит нам вот что. Что если наша программа работает с памятью, то, скорее всего, пускай она даже заказала себе гигабайт, но на протяжении некоторого интервала времени, скорее всего, она будет работать не с гигабайтом, а с некоторым ограниченным объемом внутри вот этого заказанного гигабайта. Вот. Ну, просто потому, что так написаны все наши алгоритмы. Мы там проживали несколько килобайтов. Дальше эти килобайты перерабатываем. Или мы там чем сортируем массив. Если это не гигабайтный массив, а просто массив, вот он и будет нашим горячей точкой, вот той памятью, с которой мы работаем прямо сейчас. Это называется принцип адресной локальности. Адресная локальность говорит о том, что в ограниченный период времени у нас будет доступна не вся память, будет задействована не вся заказанная память, а определенный ее объем. Вот если нам удастся этот объем закэшировать, то, конечно же, будет весьма эффективно. Мы будем писать, читать, писать, читать, примерно в одно и то же место. И вот это тоже место будет лежать в кэше. Принцип адресной локальности говорит о том, что у нас, скорее всего, опять-таки, алгоритмы наши так построены, как правило, что если мы прочли вот этот кусочек памяти, то соседний кусочек мы тоже прочтем. И еще соседний прочтем. И еще соседний прочтем. Ну, любой последовательный перебор, чего бы то ни было, каких бы то ни было данных, хранящихся в памяти, устроен так. Вот. Вот с учетом того, что одна задача, это важно, что одна, как правило, как раз дает вот эту временную и адресную локальность актуальных данных, которые ей нужны, и строится, собственно, система кэширования. Вот. Кроме того, тот факт, что значит, здесь где-то был разговор, но он почему-то исчез. если кто-то перебирает массивы по столбцам, адресная локальность ломается, говорит сокращенец. Ну да. где-то здесь был разговор, но он совершенно исчез относительно реализации, относительно реализации памяти. Вот. Ну, видимо, он просто не влезает в лекцию. Речь идет вот о чем. Что, вообще говоря, это я перекрутил, вообще говоря, тот факт, что быстрая память, с которой мы работаем, маленькая, он обусловлен не только тем, что она очень дорогая или там жрет много энергии, хотя и этим тоже. Да? Внешняя память, оперативная рама, как правило, ну, там, такое количество ячеек, что люди всеми силами экономят, чтобы сделать их как можно более дешевыми. Вот. Но еще меньше размер кэша напрямую связан с его быстродействием. Чем кэш меньше, тем проще и быстрее работает выборка из него. Да? Например, вот если сравнить работу с регистрами, коих у нас там условно 32 штуки, и работу с, допустим, оперативной памятью, то работа с регистрами, это мы просто указываем в инструкцию номер регистра и немедленно получаем из соответствующего блока аппаратного значения, а в случае работы с внешней памятью мы выставляем адрес, этот адрес отсылается контроллеру, контроллер там что-то выбирает, какие-то, значит, да, ну, короче говоря, если адресация очень большая, если у нас памяти очень много, то, как правило, это дольше работает, даже если это не диск, да, если это диск, тем более, там, головка едет, чем больше у нас дорожек, тем дольше она едет, эта головка, ну, в общем, примерно так, да, то есть то, что кэш маленький, это еще и свойство того, что он быстрый. Вот. Теперь, значит, давайте поговорим про алгоритмы. По какому алгоритму заполняется кэш? Ну, самый простой способ это заполнение по запросу. Вот мы читаем данные, на этом основании они попадают в кэш. Мы прочли их с медленного устройства, они попали в быстрое устройство, потому что они актуальны. Вот. Ну, или то же самое кэш на запись. Мы записываем данные, первым делом они записываются в кэш, а уже потом синхронизируются с медленным устройством. Вот. Ну, возможно, и упреждающие чтения, основанные на принципе локальности, да, мы читаем какие-то данные там с диска, допустим, мы прочли там байт, диск, естественно, может прочесть больше байта, там, допустим, полкилобайта, но на всякий случай прочитали 8 килобайтов, все равно, значит, скорее всего, он их прочтет. Понятное дело, как бы капитан очевидность немедленно спешит на помощь и говорит, что если мы делаем упреждающее чтение, то, скорее всего, мы прочтем что-то ненужное. Тут уж надо как-то соразмерять, да, есть у нас большой такой, достаточно большой кэш, туда много надо упреждающее читать, если он маленький, то уж не надо. Вот. Ну и так далее. Мы можем придумать какой-то вообще, значит, странный алгоритм, который анализирует код программы, и этот код программы, она в будущем пойдет в какую-то память, вот когда она пойдет в эту память, она, значит, прочтет из такого-то адреса, давайте сходим по этому адресу и закэшируем его. Вот, возможно, это, тут слишком мало присутствующих людей, которые бы усомнились в этой бредовой, в этом придумалгоритме, вот, а на самом деле такое тоже делают. В современных процессорах что только не придумают. Если у нас будет время, его, к сожалению, наверное, не будет. Я даже расскажу, например, про вот эти популярные атаки, которые спектр, и вторая забыл, которые как раз основаны на манипуляции кэшами. Но это не сегодня. Сегодня мы не успеем. Ну вот, значит, поскольку кэш меньше, чем кэшируемый внешнее устройство, внешний объем, внешнее хранилище, данные из кэша надо выбрасывать. По какому-то алгоритму, опять-таки. Можно выбрасывать их случайно. Случайно выбрасывать удобно тем, что у нас есть какой-нибудь псевдослучайный датчик, и мы просто, не тратя вообще никакой энергии, берем и освобождаем какую-нибудь ячейку. Но эффективность кэширования, конечно, будет довольно низкая, потому что мы все-таки хотим, чтобы как-то наши алгоритмы учитывали локальность, принципы локальности. Есть то, что называется редко используемое, less frequent used. Это значит, что у нас есть ячейки, в которых есть количество использований наших ячеек, кэшируемых. И мы в кэше всегда держим только те данные, которые часто используются. Вот у нас есть счетчик использования. Этот счетчик, значит, на основании него мы и делаем устаревание. Если у нас счетчик использования какого-то конкретного ячейки, там, век, не знаю, строки, ну, короче, объема, оказался слишком маленький, и мы эту штуку из кэша выбрасываем. Тут есть проблема, что в чистом виде LFU работает очень плохо, потому что если мы только-только загружили свежайшие данные в память, у них счетчик равен единице. А на самом деле, согласно принципу временной локальности, это и есть актуальные данные, которых надо вообще-то кэшировать. Поэтому там надо как-то его преобразовывать, и не очень понятно. Наверное, существуют какие-то устройства, в которых LFU работает. Более разумное называется давно не используемое less recently used. Мы теперь при каждой ячейке, которую мы кэшируем, храним возраст, то есть, когда последний раз она была затребована, и тем самым мы напрямую апеллируем к принципу временной локальности. То есть, у нас все ячейки отсортированы по времени их использования, и если наш кэш забивается, мы из него выбрасываем те, которые не использовались давнее всего. Храним возраст и выбрасываем. Очень удобно. Довольно эффективная штука. Еще один вариант это FIFO. То есть, ну, прям реально очередь. Мы просто добавляем очередную ячейку в очередь, и пока она живет, опускается до конца, она существует. Как только она продержится в этой очереди N тактов, ну, не тактов, N циклов кэширования, где N равняется длине очереди, она тут выбрасывается. Вот. Это что-то вроде LRU, но не совсем LRU, потому что мы не считаем количество использования, количество, количество, возраст, мы не считаем возраст. Возрастом является позиция в ячейке. В каких случаях такое кэширование неэффективно? Когда мы одну и ту же ячейку используем много раз, она у нас в случае FIFO опускается вниз. Поэтому наиболее такой, в этом смысле простой и достаточно неплохо аппаратно реализуемый алгоритм, это FIFO и LRU. У нас есть просто очередь, в этой очереди здесь ячейки, если мы внезапно обнаружили, что у нас произошел кэш-хит, то есть мы обратились к ячейке, которая за кэшированную, мы его переносим опять в начало очереди. А та, к которой мы давнее всего не обращались, там даже не надо хранить возраст. Просто мы к ней давнее ничего не обращались, она оказалась в конце очереди, мы ее выбрасываем. Такие дела. Сразу надо понимать, что кэш повышает быстродействие вычислительной системы статистически. Понятное дело, на каждую хитрую найдется свой, и на каждый алгоритм кэширования можно придумать такую задачу, которую все эти кэши будут пробивать, они вечно будут гореть, ничего, ничего, работать не будет быстро, будет все работать медленно. Например, если мы кэшируем доступ к памяти, мы можем просто написать программу, которая делает случайный доступ ко всем возможным адресам памяти в рандомном порядке. Я совершенно уверен, что никого кэширования не поможет. Ну, или почти не поможет. Я уже вводил термин кэш-хит, кэш-мисс. Попадание в кэш это когда мы осуществляем доступ к некоторому элементу, а он оказывается в кэше. Кэш-мисс это когда мы осуществляем доступ к какому-то элементу, а он оказывается не в кэше. Эффективность кэша замеряется по отношению вот этого хитов к миссам запросто. Теперь давайте разберемся, что мы собираемся кэшировать. Предположим, мы собираемся кэшировать одну ячейку, то есть один адрес. И это страшно невыгодно за исключением очень редких пограничных случаев. Потому что один элемент кэша будет в несколько раз больше, чем эта наша несчастная ячейка. Что нам нужно хранить? Нам нужно хранить возраст так или иначе. Либо нам нужно хранить возраст, либо это будет порядковый номер в очереди. нам нужно хранить адрес. Тут адрес 30 битов, потому что мы храним ячейку, понятное дело, что он не может быть ни нечетный, ни кратный двум ватт. Окей, 30 битов. И еще содержимые ячейки, которые мы кэшируем. Итого, у нас мы закэшировали 32 бита и потратили на это 70. Страшно невыгодно. По этой причине, как правило, кэши кэшируют так называемые строки. Строки это такой омаж адресной локальности, когда мы считаем, что если мы закэшировали машинное слово, то соседнее с ним машинное слово скорее всего понадобится нашему алгоритму тоже. И соответственно мы будем хранить не по одной ячейке в памяти, а по строке. Допустим, она здесь она сколько? Килобайт. 8000 у нее 100 добито. Килобайт. То есть по одной строке хранимой в кэше соответствует килобайту, в данном случае это так устроено, килобайту данных. Что это значит? Почему килобайту? А, ну килобайту, да. При этом у нас вместо адреса пишется так называемый тег. И этот тег меньше. Кстати, нет, тут должно быть меньше 24, тут должно быть типа 22, да? 22 тут должно быть, неправильно. Вот, этот тег меньше, 22 тут бита, потому что нам не нужно весь адрес знать, нам нужно только знать, на что он делится. в смысле остаток отделения на 1024 у него всегда равен нулю. То есть мы просто не храним вот эти два числа. Соответственно, не два, 10 битов мы не храним, еще 10 битов мы не храним. Вот, соответственно, адрес меньше, а хранимый размер больше. То есть вот такой вот элемент кэширования он оказывается достаточно компактным, с небольшим тегом, большим, вот. Другое дело, что чем меньше тег, тем больше шансов, как мы уже говорили, что мы закэшируем что-нибудь ненужное. Соответственно, надо как-то вот это балансировать. Очевидно, что вот эта идея неэффективна в смысле объема, а эта идея неэффективна в смысле того, что вот здесь может лежать много всякого барахла, ненужного. Такие взяла? Вот. Вот такая штука называется строкой кэша. В данном случае тот самый килобайт. Вот. Она как раз и есть минимальная кэшируемая область данных. И выбирается она, ну, экспериментальным путем. Как некий баланс между объемом и необходимостью кэшировать то, чего потом не востребуется. Вот. Теперь, собственно, алгоритмы. Алгоритмов кэширования на свете довольно много, но поскольку время нас поджимает, я расскажу только про два самых популярных. Есть кэш прямого отображения, который устроен так. Вот у нас есть кэш, допустим, в четыре раза меньше, чем оперативная память. чтобы потупее было. Соответственно, оперативная память делится на четыре сегмента, каждый из которых может быть закэширован, ну, вот тут, видите, четыре строки. Вот. Вот строка номер ноль может содержать либо нулевую строку из нулевого сегмента, либо нулевого строку, ну, короче, либо строку номер ноли с памяти, либо номер четыре, либо номер восемь, либо номер двенадцать. Только одну из них. Ну, понятное дело, кэш не может содержать всю память, вот. Но тут прям есть прямое отображение, да? У нас кэш, понимаете, в четыре раза меньше, чем оперативка, и, соответственно, четыре разных фрагмента оперативки могут быть закэшированы в одной строке. Один из них. Вот. Все это забито заранее. Получается такая штука, что если мы ходим... Да, это еще больший расчет на адресную локальность, потому что если мы ходим к... на временную... и на временную, и на адресную, если мы ходим к какому-то кусочку памяти, то, скорее всего, если мы обратились вот к этому нолику, да, к... 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 фрагменту памяти номер ноль, то в следующий раз, если мы вообще захотим ходить к этому кашу, к, ну, к памяти, то, скорее всего, мы обратимся именно к этому фрагменту, а не, скажем, к номеру двенадцать. И только когда-нибудь потом, когда у нас там переключатся задачи, или мы переключимся на другой... на другой... кусочек данных, обрабатываемых нами, у нас каши прогорят, и вместо объекта номер ноль мы начнем читать объект номер четыре, номер пять, и так далее. Вот. Соответственно, при обращении к памяти мы вычисляем тег адреса 0,123. Тег здесь только 0,123, потому что мы храним сразу всю строку. Вот их 0,123. А, 0,123. Тег адреса 0,123. Вот. И номер строки, в которую попадает наш закешированный фрагмент памяти. Этот номер строки, напоминаю, просто привязан аппаратно. Вот номер два, здесь, значит, номер два, или номер десять. Все. Дальше мы это записываем, и дальше мы по какому-то алгоритму кэши, с этим живем. Вот. В принципе, алгоритм привязки областей памяти к кэшу может быть любым, но, как правило, вот эта схема, когда эти блоки последовательные, используется чаще всего потому что принцип адресной локальности. Если соседние кэшируются, значит, соседние кэшируются. Значит, примерно они и будут. Вот. Ну да, соответственно, понятное дело, что если мы у нас, мы прочитали, идем в ячейку номер три, мы сначала смотрим в кэш, в строку номер три, и если там тег совпадает с ячейкой номер три, то есть это тег ноль, то мы считаем, что у нас произошел кэш-хит. А если тег там не ноль, например, там лежала закэшированная ячейка номер пятнадцать, то есть тег у него был три, то мы считаем, что у нас произошел кэш-мисс, и дальше что-то делаем. Ну, например, замещаем одно другое. Такие дела. Прямой кэш, кэш прямого отображения, очень эффективен в плане изваяния в кремнии. Там буквально какое-то фиксное количество ключей. но он плох тем, что он очень сильно рассчитывает на адресную локальность. Если у нас действительно программа написана так, что она ходит только ячейки один, только ячейки пять, только ячейки девять, все наши попытки кэширования оканчиваются неудачей. Можно сделать по-другому. Значит, ассоциативный кэш. Это ситуация, когда мы вообще любой элемент можем кэшировать, запоминая его тег. Вот. Но для этого нам надо знать, с чего его адрес. Ну, самое главное, что мы в любой строке кэша можем кэшировать любой фрагмент соответствующей этой строки из оперативной памяти. Вот. Значит, размер тяга опять-таки 4 бита, потому что у нас их значит, от нуля до 15 здесь, от нуля до 3 тут, то есть 4 и 16. Вот. Главное отличие состоит в том, что нам надо еще хранить какая строка в данный момент какое место кэшировать. И вообще алгоритм ассоциативного кэша он довольно сложный. Во-первых, нам аппаратно надо уметь искать тег. Вот мы обратились к строчке номер 7. Она закэширована или нет? В смысле к сегменту номер 7. Он закэширован или нет? Как это проверить? Надо просканировать все занятые строки кэша, в них во всех посмотреть тег и понять, что этот тег, ну, скажем, равен. что, да, да, действительно, мы с строчкой номер 7 закэшировали. Вот. Да? Или, значит, нет, не нашлось такой. Вот. Во-вторых, ну, тег все равно вычисляется, его надо где-то хранить, понятно. Вот. Наверное, можно как-то устроить какой-то логарифмический поиск по этим тегам, если как-то аппаратно это упорядчивать или еще что-то, но в любом случае ассоциативный кэш, он довольно сложен в аппаратной реализации, там довольно много схемотехники, которые он делает, он жрет, кстати, энергию за это, потому что он вычисляет все это в этот момент. Вот. Зато он может кэшировать вообще что угодно. То есть, никакой статистической адресной локальности нам не нужно. Нужна только временная. Мы 10 раз обратились к 0, 5, 11, 15. Шикарно. Эти 0, 5, 11, 15 отлично влезли в наш кэш и живут там как милые. Никуда не деваются. Постоянный кэш-хит. Вот. Все, давайте мы потыкаем в RARTS. А, нет. Еще множество ассоциативных кэш, и на этом все. Ой, нет. Еще кэшная запись, блин. Время. Хорошо. Ну да, проверка на равенство делается просто, только надо их все проверять. В этом смысле чем больше ассоциативный кэш, тем дольше происходит проверка. Ее можно, конечно, распролилить аппаратно. Тоже, кстати, хороший вариант. Но понятное дело, что если их там миллион таких ячеек, то распаролилить их на миллион, довольно тяжело. Вот. Значит, совсем коротко. Множество ассоциативных кэш это гибрид того и другого. У нас есть несколько бланков. Каждый банк является кэшом ассоциативным, а сами банки привязаны к оперативной памяти прямым отображением. В чем идея? Идея в том, что в современных операционных системах не бывает одного горячего очага. Во-первых, их как минимум два это инструкции и данные, и они находятся в разных местах адресного пространства. А во-вторых, в современных операционных системах есть несколько процессов, существующих, псевдо-одновременно, они по вытесняющей многозадачности. То есть на протяжении времени у нас вот эти горячие места они то в одном месте, то в другом, то в третьем, то в одном, то в другом, то в третьем. Еще есть ядро. Соответственно, множество ассоциативных кэш примерно в эту сторону и смотрят. С одной стороны мы пользуемся вот эти вот несколько банков ассоциативных, я соврал, банки ассоциативные, а внутри банков отображение прямое. Несколько банков ассоциативно подбирают те горячие точки, которые они должны кэшировать. А дальше идет прямое отображение, пользуясь тем, что вот какой-то процесс работает только с этой памятью, а какой-то только с этой памятью. Это ушло в разные банки ассоциативные. Такие дела. Вот. Так, блин, кэш на запись. Окей, кэш на запись. С кэшом на запись я еще быстрее. Значит, тут есть терминология. Послушайте, поскольку здесь терминология, давайте так, все очень просто. Если кэш на запись, то у нас возникает проблема с синхронизацией. Грязный кэш, ситуация, когда кэш новый, а на устройстве старый, кто-то должен синхронизировать. Когерентность кэша, это когда ситуация обратная. Мы ходим к кэшу, зная, что он актуален. Некогерентный кэш, это когда мы пошли к кэшу, а в действительности данные уже другие на диске. Потому что кто-то в обход другое ядро взял туда записал, ДМА туда записал, а мы не видели. Поэтому, если мы говорим про кэш на запись памяти, то внезапно возникает целая пачка задач. ДМА должен писать не мимо кэша, а через кэш, иначе мы не увидим, что память обновилась, оперативная, к которой мы хотим ходить. Если у нас многоядерный процессор, то там вообще смерть на взлете, потому что несколько ядер одновременно это пытаются делать, ходить к одной и той же памяти. Вот. И так далее, и так далее. Значит, извините, я просто хочу, чтобы у нас хватило времени еще на второй пример, а мы пока еще до первой не дошли. В RARSE есть имитация кэша. Наконец-то мы дошли до... вот до этого. Смотрите. Да, кэш-симулятор. Большая, красивая имитация кэша. Вот. Мы можем взять... Давайте я ради экономии времени буду копипастить. Вот гладкое чтение. Что здесь выставлено? 4, 8... А, все тут по умолчанию. Вот гладкое чтение, просто из памяти. Вот. Сохраним его. Называется он уже... Сколько у нас примеров-то было? 45. Вот. Подключим этот кэш, как полагается, к нашему этому самому. И запустим. Так, а умеет? Умеет поменьше быть. Чуть-чуть поменьше. Умеет. Очень хорошо. А еще поменьше? И еще поменьше. Шикарно. Обратите внимание, что вот это все зеленое. Давайте мы посмотрим это в виде мультика. Напоминаю, что это был гладкий кэш. Посмотрите. Гладкое чтение, то есть чтение по очереди из всей памяти. Добавляем по четверочке и читаем. Добавляем по четверочке и читаем. Вот давайте посмотрим, как это работает. Это был кэш-мисс. Пошли кэш-хиты. Почему? Потому что мы прошли строку в кэш. Вон она справа. И пока мы читаем из памяти размером четыре слова, первое чтение это кэш-мисс, потому что мы читаем память из нового места, которое еще не закэшировано. Два следующих это кэш-хит, потому что мы читаем память, которая уже закэширована в строке. Вот это тот самый принцип упреждающего чтения. Если гладкое чтение, то один хит, один мисс и три хита. И у нас статистика вот здесь приближается к 45%. Ну вот тут можно даже почитать, как они это делают. Вот. Такие дела. гладкое чтение. Вот. Сейчас что происходит? Мы читаем память дальше. У нас объем кэша, который мы можем себе позволить... Это какой? Это директ маппинг. Это кэш прямого доступа. Объем кэша уже не позволяет все кэшировать, но просто мы очередной раз прочли. У нас очередной раз выяснилось, что эту строчку теперь нам надо забивать чем-то другим. Получился кэш-мисс. Дальше опять кэш-хит. Вот. Ну и так дальше. Значит, это простой случай. Теперь давайте возьмем случай посложнее. Чтение, разбивку с вытеснением. Что мы будем делать? Мы будем читать то там, то сям в двух местах. В двух местах будем читать. Видите? Start и Middle. Мы читаем то из Start, то из Middle. И у нас так подобраны размеры этого Start и Middle, что по идее должно происходить вытеснение кэшей и все вот это. Сейчас давайте попробуем. Так, Direct Mapping, RL.Ru, все нормально. Там Direct Mapping у нас, да? По умолчанию. Direct Mapping. Прямого доступа. Прямой кэш. Так, Reset. Это было чтение из одного места памяти. Это было чтение из другого места памяти. И так случилось. Давайте чуть-чуть быстрее сделаем. Вот. Так случилось, видите, что мы намеренно, мы так намеренно написали нашу программу, что она читает, поскольку у нас Direct Mapping, она читает исключительно строки, которые друг друга выбивают. Да? Вот там шаг у них 512, вот здесь, видите? И так получилось, что когда мы читаем из первого полукилобайта, вернее, первого двухкилобайтного куска и второго двухкилобайтного куска, это кэшируется с Direct Mapping в одну и ту же строку. Кэш, хит у нас вообще ноль процентов. У нас постоянный миш. Кэши постоянно выгорают. Вот. Кэш прямого отображения страдает от вытеснения, потому что нарушается принцип локальности, причем он нарушается зловредным и прямо поверх одной строки, поверх одного места в памяти в эту строку читаем другой. А вот ассоциативный кэш, разумеется, эффективен. Давайте поставим сюда вместо Direct Mapping поставим сюда Full Associative. помните, ассоциативный кэш, который запоминает, какое именно место в памяти он закэшировал. И внезапно получается вот так. В чем дело? А в том же самом, что он был у нас вначале. Мы прочли первое слово. Это кэш miss. Дальше мы пошли второе слово. Оно есть в строке закэшировано. Это кэш hit. И будет опять 75%. Потому что у нас мы читаем подряд. И у нас короче вот. В этом случае оно гораздо удобнее. Но мы помним, что ассоциативный кэш дорогой в смысле реализации. Вот. Ну, в общем, примерно вы поняли. Кстати сказать, множество ассоциативных кэш естественно вот в этом случае помог бы. Потому что у нас есть только две горячие тачки. И он отлично тут бы сработал. Ну, давайте это попробуем. У нас нету, у нас всего два банка ассоциативных. Два. Сейчас. Да. Да. Вот. Кажется так. Set size. А нет, количество банка. Два банка. Не четыре. Не четыре банка, а два. Вот. Вот. Значит, если сделать всего лишь два банка, вот эта вот программа, которая только что была неэффективна на кэше прямого доступа, у нас ассоциативных всего два банка, но поскольку у нас всего две горячие точки, вот эта и вот эта, я вангую, что такой кэш будет очень даже эффективен в данном случае. Пробуем. А где он? Вот. Вот, смотрите. Смысл в том, что у нас два горячих места в памяти, и эти два горячих места отлично кэшируются нашими двумя банками. Вот здесь я сказал, что их два. Такие дела. Дальше можно экспериментировать, дальше можно смотреть, что будет, если у нас то туда, то сюда, то кэшхит, то кэшмисс, как работает, допустим, чтение с шагом, которое, ну, короче, и так далее, да. окей, вопросы. Нас слишком мало, чтобы задавать вопросы, должно быть больше людей. Давайте посмотрим, может быть, есть какие-то вопросы. А, нету. Ну вот, значит, следующая тема это предсказание перехода. Давайте мы еще раз про это подумаем. Значит, сначала сама идея предсказания перехода, она где-то в самом начале я тут была. Вот. У нас есть условный переход. Что такое условный переход? Условный переход это загрузка адреса в память, потом проверка, это проверка условия, потом загрузка адреса в память, потом перещелкивание счетчика, ну, перестановки программ-каунтер на этого адреса в памяти и продолжение вычисления оттуда. Как только мы вводим хоть какую-то оптимизацию, связанную с даже неупреждающими вычислениями, а вообще с вычислениями наших инструкций в виде конвейера, сейчас про это расскажу, так сразу возникает идея, ну, давайте сначала про конвейер, а потом про условный переход, потому что, видимо, предсказание перехода, потому что без конвейера оно непонятно. Вот есть целая статья на этот счет, она красивая, мы все это посмотрим на следующей лекции, она же последняя, вот, а сейчас просто на пальцах. Когда выполняется одна инструкция, одна, в действительности она проходит пять стадий. Первая стадия инструкцию надо считать из памяти, вторая стадия надо проанализировать ее обкод и на основе этого анализа загрузить из регистр блока какие-то значения, которые, значит, которые нужны для выполнения этой инструкции. Ну, скажем, для сложения регистра такого-то с регистром таким-то и записи в регистр с какой-то, вот первые два, такой-то и такой-то регистр нужно загрузить. Дальше, собственно, выполнение операции, сложение. Дальше, memory access, если при этом нужен доступ к памяти, то он происходит на этом шаге. Он вынесен в конец, потому что операция доступа к памяти вообще медленная, и ее с самого начала, если делать, то все будет замедляться, а там она в конце где-то. Memory access происходит, это если ваши инструкции типа S, например, она хочет сходить к памяти, там, джамп сделать или еще что-то. И, наконец, последняя пятая стадия это в write-back, это когда вы, собственно, записываете что-то в регистры. Результат вашей операции записывается в регистры. Вот A, R1, T0 плюс T1 записывается в T2, вот в write-back это T2. Там, когда мы будем говорить про конвейер, я покажу, есть несколько хитрых значит, манипуляций, чтобы каждая инструкция, когда у вас выполняется инструкция, вот давайте сюда посмотрим. Тут плохо видно. Короче, на следующей лекции покажу более подробно. когда у вас выполняется инструкция, у вас инструкция номер 1 уже находится на стадии в write-back, следующая за ней инструкция номер 2 находится на предыдущей стадии memory access, следующая за ней номер 3 на стадии execute, вот, а пятую инструкцию вы только из памяти выбираете, потом будете ее анализировать. Вот. Всякий раз, когда на пути вот этого вычисления возникает проблема, допустим, вы не можете выполнить memory access, пока что-то не вычислили, вы не можете выполнить execute, пока вы что-нибудь не вычислили. Вот. А, да, а еще, еще сокращение совершенно правильно говорит, что операции записи вынесены в конец, чтобы при прерываниях случайно не произошла сначала запись в память, а потом прерывание. Да, прерывание должно обязательно прийти вот до этого момента. Просто чисто физически, иначе мы еще и память изгадим. Ну вот. Так вот, значит, конвейер начинает простаивать, когда мы не можем принять решение о, там, memory access или о чем-то, пока мы не выполним execute вас. Например, в случае перехода мы не знаем, какую инструкцию мы будем фетчить до тех пор, пока не выполнен execute. потому что нам сначала надо вычислить, а больше бы или не больше бы. Если а больше бы произвести переход, а если нет, не произвонить. Поскольку эти стадии друг от друга отделены еще одной, то мы не можем подряд их выполнять. И это приводит к тому, что в конвейере получается пузырек на этапе F, на этапе fetch. И этот fetch ждет, пока предыдущая инструкция выполнит execute. мы еще не вычислили адрес, по которому мы должны перейти, и поэтому мы ждем целый один такт, пока этот самый execute предыдущей инструкции выполнится. Тогда этот самый фич может быть возможен. Мы это все увидим в следующей лекции. Если там упреждающее выполнение, если у нас, например, мы взяли и впихнули в наше устройство сразу два логических устройства, то есть там упреждающее выполнение, то нам нужно сразу в двух местах вычисления выполнять. И перейдя, и не перейдя тоже. Сокращение замечает, что в arm есть условные инструкции вместо инструкции перехода, которые решены этой проблемы. Условная инструкция это ситуация, когда у нас инструкция покрашена. Если у нас флаг стоит, эту инструкцию не выполняем. И автоматная промотка вместо условных переходов там, где это возможно. Удобная вещь, действительно. Как эту проблему решать? Предположим, мы хотим выбрать адрес, по которому мы дальше переходим. Мы можем выбрать один адрес. Мы не собираемся выбирать все сразу и выполнять сразу обе ветки вычисления. У нас нет на это ядер внутренних ресурсов. Мы хотим выбрать какой-то адрес. Либо тот, по которому мы перейдем, либо тот, который следующий за этой инструкцией. Будет B инструкция branch equal или не будет. Что мы можем сделать? Мы можем случайно решить, какой из не получится. Ошиблись? Окей. Сделаем вид, что мы ничего не сделали, пофичим другой. Нормально? Нормально. Однако, можно попробовать этот переход предсказать. Завести статистику. Например, посчитать, сколько раз был переход в этой инструкции, а сколько раз его не было. Причем, даже число 1 это хорошее число. Если мы в предыдущий раз переходили, то, наверное, в этот раз мы тоже будем переходить. Или, если мы в предыдущий раз не переходили, то, наверное, в этот раз мы тоже не будем не переходить. А число 2 еще лучше. Почему? Поговорим чуть позже. Возможно, нам также нужно это количество считать с устареванием. То есть, подсчитывать несколько последних переходов только. А еще, мы должны знать, что это за регистры, потому что в одних случаях, если это регистр возврата, то это одна идея, если это стэкпоинтер, то это другая. Короче, понятно. Возможно, разные варианты. Вот. Опа, тут слово мипс, ха-ха-ха. Вот это позор. Я же редактировал сегодня эту штуку. Что мы можем сделать? Самое простое. Составить табличку, которая будет называться, давайте мы прямо откроем здесь вот. Эту табличку закроем. Где она тут? Вот эту. Disconnect и закрыть. Вот. Эту табличку закроем. Это вообще нам не нужно. А вот эту табличку откроем. Tools BHT. О! Вот. BHT-симулятор. Brunch History Table Simulator. Что в этом в этой табличке будет? Мы будем запоминать некоторое количество последних бранчей, то есть последних инструкций типа B, которые мы выполняли условных. И будем запоминать в этих условных инструкциях был выполнен переход или нет. Ну, то есть мы будем запоминать адрес и ситуацию выполнен или нет. Заодно мы по умолчанию будем считать а вообще по умолчанию мы должны переходить или не должны. вот. Окей. Вот такая табличка. И в этом смысле мы помогаем нашему конвейеру заранее считывать нужную инструкцию. Если, допустим, мы считаем, что предсказание наше говорит, что следующая инструкция бранч не будет выполнена, надо просто брать плюс плюс четыре адрес, будем брать адрес плюс четыре. Если внезапно такой переход все-таки будет совершен, то мы пропустим один такт, возьмем инструкцию по указанному адресу, а сюда впишем, что нет, преддикшим нас take вас. Ну, вот и все. Вот. Давайте мы попробуем попробуем в пример. Так, а где у нас код? Надо самым написать. Сейчас напишем. А, ну, просто цикл какой-нибудь написать. А, Во, в третьем примере гав побольше. В третьем примере. Вот в этом. Окей. Значит, тут вот сокращение спойлит и говорит, что речь идет именно про цикл, а не про ветвление вообще. Понимаете, как? Это, конечно, правда. Мы сейчас увидим, почему речь идет именно про цикл. Но с точки зрения процессора речь идет про ветвление. Просто мы часто пользуемся циклами, а в циклах вероятность перехода и не перехода очень разная. Цикл на тысячу оборотов он тысячу раз переходит и один раз не переходит. И нам очень полезно знать эту вероятность. А так-то, конечно, да. Так, конечно, речь идет про цикл. Ну вот, значит, тут говорят сделать EGAP побольше, скажем, скажем, 24. Да. Сохранить это, это будет уже называться 46. Вот. Подключили. давайте попробуем, что ли. Вот что-то я не вижу, чтобы он вообще как-то эффективно работал. что я сделал не так. Так, давайте мы остановим, я не понимаю, что происходит. А, там бренч, во, там цикл так написан по-глупому. Да? Там бренч такой. Ну-ка. Да нет, тут нет обычных ветвлений. БЛТ, БЛТ. Я что-то не вижу, что он обновлялся. Неу, что он не работает. Не понял. Давайте помедленнее сделаем и проследим, как это все происходит. А, мы можем вообще по это самое вот так сделать. Да. Чтобы было виднее. Вот. Вот. Вот в этом месте Предикшен донат тейк. Бум. Почему у нас history не обновляется? Что за ерунда? А, господи, там же там же ассоциативный кэш. В смысле, не ассоциативный, а прямого доступа. Эта табличка, давайте ее сделаем минимальной. Вот. Все. Я вступил. А, значит, вот, вот. Да, извините. Значит, давайте тогда вернем, как было. Сначала сделаем историю в один. Вот. Мы просто не видели этих записей. Они были, они были вот там в глубине. Вот у нас размером 8. Вот. Вот мы, значит, все скомпилировали. И давайте, значит, запустили. Вот у нас первый, первый бранч BLT, который выполнен. У нас предикшен был do not take. Вот. а он оказался неверным. На самом деле мы пошли. И он говорит take. Записали сюда take. Данное предсказание перехода оказалось красненьким, потому что оно было неверным. У нас по умолчанию был do not take. Оп. А вот следующее предсказание перехода оказалось верным, потому что оп. 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 И так 16 раз. вот в конце концов сколько там у нас этот самый объем это чего у нас S1 может быть там надо поменьше наоборот сделать. А, gap побольше. Да. Чтобы было поменьше. допустим 256. Вот. да. Сейчас reset. Во. Оп. Очень хорошо. Вот смотрите. Здесь мы ошиблись, потому что думали, что not take. Здесь мы по второму разу записали, что take и получился take. Здесь опять получился take. а нет. А здесь мы ошиблись. Здесь мы ошиблись, потому что цикл всего на 4 оборота. Здесь оказался not take. Внешний цикл take. Ну и так далее. это даже в случае глубины истории 1 оказывается зелененьких статистика такая, что зелененьких предсказаний больше, чем тут, кстати, их равное количество. А вот если мы сделаем глубину истории 2, хотя бы 2, то есть мы будем запоминать последний вариант и предпоследний, то на циклах предсказание еще будет выше. давайте мы вернем здесь что-нибудь написано 128 просто ради того, чтобы цикл хоть сколько-то длился. Раз, два, три, четыре, пять, ш... Оп. Короче, из 4-х 3 раза мы правильно предсказывали в случае, если у нас глубина 2. Всего 2 бита, а какая экономия выждительных мощностей? Точнее, какая сила предсказания? Такие дела. Значит, это что касаемо примеров предсказания перехода. Как правильно замечает сокращенец обычный ветвление, который просто break, оно вообще здесь не участвует, branch без этих самых, оно здесь не участвует. И это, кстати, довольно забавно. Помните, что B, команда B, это на самом деле branch equal, R0 равняется нулю, потому что отдельной команды B не бывает. Просто в дизайне RISC-5 так заранее написано. Можно проверить, что был в качестве операнды использовался регистр R0, и в этом случае часть схемотехники, которая занимается сравнением, просто не задействуется. вот в идеале, я не знаю, умеет ли это RARS, но в идеале, если у вас стоит просто B, он не участвует в BHT, потому что какой смысл? Из этого следует один интересный, что от того, как вы программируете, как вы оформляете программу, зависит эффективность предсказания перехода. Например, если у вас много, ваш цикл организован так, что вы проверяете в начале условия, потом что-то, а потом бранч, вот этот бранч, который B просто, он вообще стопроцентно всегда прыгает на начало. Будет он там в предсказании перехода участвовать? Не будет. Кстати, он должен. Почему приросты не дает для обычных ветвлений? Должен давать. Наоборот, это же очень удобно. У нас B, вы, мне кажется, обманули сокращенец. Мне кажется, что наоборот... Давайте проверим. Но в RARS он точно будет давать прирост, потому что, понятное дело, будет просто бранч 100% предсказания. А вот если вы, например, пишете много условных операторов, в которых то есть бранч, то нету, то все эти истории предсказания вам ничего не говорят. Это в основном для циклов. Как, опять-таки, правильно заметил сокращенец. Такие дела. для того, чтобы написать пример, который выбивает все, даже в 8 BHT-энтрес, выгорают все эти энтресы, несмотря на то, что цикл, нужно писать довольно сложную задачку, в которой есть 8 условно циклов или 8 ифов. Короче говоря, написать код таким образом, чтобы все вот эти закешированные ячейки каждый раз делали или не делали переход, и, соответственно, он не работал, предсказание не работает. И в этом, собственно, будет домашнее задание. Написать такой пример работы с памятью, для которой прямое отображение работает, а ассоциативное нет, а такое есть. Вот мы видели пример, когда ассоциативное работает, а прямое нет. Ну тут есть спойлер. Давайте посмотрим на спойлер. Очень просто. Если у нас есть кэш размером 4, а мы читаем 5 подряд ячеек, ну, кэш размером 4, а мы читаем, сколько их получается, 9 подряд ячеек, да, то ассоциативный кэш умрет. Он будет запоминать каждую последнюю, даже не 9, 5, да, 5 подряд. Он будет запоминать каждую последнюю, их будет 5, он будет каждый раз перегружать следующую, и он вообще ничего не закэширует. Просто чисто ассоциативный кэш. Он будет запоминать 4 последних запомненных ячейки, а у нас их 5. А вот если у этих 5 ячейок есть пространственная локальность, то 2 из них будут как-то перегружаться, оставшиеся 3 окажутся вполне себе эффективно закэшированы. Так что вот, кэш прямого отображения в этом случае будет более эффективным, чем ассоциативным. Я не понимаю, чем иф отличается от гулту в этом самом, в ассемблере. Вот. Ещё одно задание такое исследовательское. Фишка состоит в том, что если у нас только ассоциативный кэш, то только кэш прямого доступа, то даже кэш по данным с использованием стека и кучи может оказаться неэффективным, потому что у нас 2 горячих точки. А вот множество ассоциативных хотя бы на 2 блока будет эффективным. Вот. И третье. Написать программу, которая убивает предсказание переходов с глубиной истории 2. То есть делать её неэффективным. Это вот те самые 8 ифов, которые должны перещёлкиваться, постоянно меняя решение. Есть ещё бонус. На самом деле можно написать такую программу, которая делает предсказание переходов антиэффективным. Если там всегда будет неправильно. Вот. Это гораздо более интересная штука, но, возможно, ресурсов у нас с вами на этого не хватит. Я, например, эту программу не написал. Всё ещё. Такие дела. Если есть вопросы, задавайте. Мы как раз почти успели. Вот. Значит, ещё раз. Следующая, последняя лекция. У нас будет, похоже, что... Давайте посмотрим, когда... Во вторник, 14-го числа. Вот. Это будет лекция по конвейеру. Пожалуй, самая такая... Визуально занимательная из всех, которые у нас были. Вот. И она же последняя. Домашку по вот этому я превращу в задачи наиджаж, которые так же, как прошлое домашнее знание, нужно просто положить туда. Вот. Сам факт наличия домашки будет достаточен. Вот. И, кажется, всё. Ну, то есть там проверки не будет. Я там в качестве интерпретатора вызываю rush с ключиком A. Только ассамблировать, не выполнять. Вот. Всё. Если есть вопросы, задавайте. Ну, как уже говорилось, два человека в аудитории – это очень мало вопросов. Вот. Если нет, всем спасибо. И до новых последних встреч уже в мае месяце. Продолжение следует...